Всем привет! Вы на канале Кольж Лего Мастер. Сегодня я вам покажу набор, артикул, который в 31050. Называется это набор «Магазинчик на углу» из серии «Лего Креатор». Креатор в нем две фигурки. Я хочу сейчас вам напомнить, чем славится «Лего Креатор». Они очень популярны тем, что у них есть такая функция 3-in-1, 3-in-1. Их можно перестраивать. Специально ложатся 3 инструкции, и мы можем перестроить. Давайте посмотрим мини-фигурки. Первая мини-фигурка в этом наборе – это продавец, работник этого заведения. У него есть печать на туловище спереди, также печать на туловище сзади, белоснежные ножки, белоснежные штанишки, также такое веселое личико, желтое и красная кепочка. Вторая мини-фигурка этого набора – это девочка в синей одежке, в синей джинсовой куртке и в синих джинсах, я так полагаю. Она покупает крабсбургер или какой-нибудь сэндвич у этого продавца. У нее есть печать на туловище сзади, также печать на туловище спереди, у нее желтое лицо, одно веселое, и также вот такие светло-коричневые-оранжевые волосы. Давайте посмотрим сам этот переулок, похожий на косой переулок, как из Гарри Поттера. Тут есть такой угол, и тут есть столик для посетителей этого ресторана, который здесь есть, для этого заведения. Два фонаря, стульчик, ну также еще такая свеча или фонарик. Такие подобные были в Турции, когда мы были, вот вечером там ели, там тоже такие были. Это вот такая тут деталь, я не знаю, как это называется, вроде как-то гидро, что-то вот с этим связано, с водой, короче. Вот такие в Америке фильмах, особенно в Глазбастер, это очень много было. Такая желтая дверь, которая ведет в эту бургерную, в это заведение. Немного выше мы можем увидеть такое очень красивое окно. Тут такие, похожие на стекло, детали, конечно, не пластмассовые, не стеклянные, вот. Оно очень хорошо оформлено так, и тут так же такие цветочки, я так понимаю. Вот. С другой стороны у нас тоже почти, ну похоже, но немного другое. Тут у нас есть такой прилавок, там сидит дяденька, который продает это все, эти все бургеры, эти все крабсбургеры, и всю вредную еду. Так же есть такие вот элементы, белый, красный, белый, красный, белый, красный, белый, красный. Вот. Так же есть такая дверь стеклянная, она не очень красивая, но все же тоже красивая. Да. На втором этаже этой стороны тут есть тоже похожее стекло, похожее окно, что и там, только немного простое. Она не такая красивая. Тут так же есть немного цветочков, такой заборчик, это такой некий балкон. Вот. Так же тут очень красивая дверь, она стеклянная, с такими полосками черными. И на третьем этаже есть вот такая птичка, сидит она на антенне. Я не знаю, если сесть на антенну, ударит ли током, ну, вроде как не должно. Так же наборчик складывается, вот, и получается такой отдельный домик. Это домик, можно сказать, общежитие может быть, хотя может и нет. Не знаю, но скорее всего, да. Потому что тут и бургерная, и какой-то жилой дом. Он вот так складывается и отцепляется вот эта часть. Ее можно в разные места ссувать, потому что есть вот такой элемент с двумя пинпочками, с двумя дырочками, куда можно в это стыкать. А вот здесь, вот, и есть вот такие детали, техник, которые можно скреплять с этими деталями. Вот, сейчас я покажу даже в другом где-то месте. Вот, здесь тоже есть. Мы вот так это скрепляем. И у нас получилось уже вот такое здание. Оно вот так идет, оно не как какой-то косой переулок, вот, а просто. И давайте же посмотрим, что внутри этих зданий. Для удобства мы развернуем. Давайте начнем с левой части. С первого этажа. Как я уже говорила ранее, это такой прилавочек, тут касса. Здесь считает денежки наш продавец, которого сюда можно также поставить. Я потом в конце покажу. Такие очень полезные прозрачные детали, которые можно использовать для обзора. Например, вот так скреплять эти две детали, ну, можно даже больше. Туда цеплять и фигурку, и поворачивать. Это очень красиво получается. Вот, и второй этаж. Второй этаж тут, это уже, как я понимаю, живое здание. Тут есть такая лампа, похожая, да. Такой шкафчик, там его можно открыть, и там ничего не лежит. Кстати, это деталька от двери машины. Вторая часть. Ну, на втором этаже есть такое кресло и лестница. Как я уже говорила ранее, это похоже об ширине. Внизу, на первом этаже этого здания, этой постройки, есть вот такая печка, плита, на которой готовит этот наш повар или продавец. Эти бургеры. Внешний вид, я сейчас его покручу, покажу, чтобы вы внимательно посмотрели. Давайте посмотрим инструкции. Тут их три, как я уже говорила ранее. Это та модель, которую мы собрали, это самая большая. Тут показано, вот, продавец продает бургер, и девочка идет покупать. Наверное, это ее любимый Макдональдс, или Киевсили, Бургер Кинг. Вот, также вот такая постройка. Ну, тут человечки, их можно менять телами, и всем остальным. И такая постройка. Такую постройку я собирал, такую нет, такую да. Я вам только что показала. В первой инструкции, ну, мы начинаем сборку, как обычно, мне, кстати, нравится вот это оформление. Но оно такое небольшое, не оформление, но просто такие полосочки. И креатор, и побугайчик. Вот, Лего Уин. Это вроде как пятнадцатый год, может, раз такой человечек нарисован. Тут тоже самое, но, конечно, уже другая модель. В конце реклама игры, Крейтер Айлендс. Острова создателей, может быть, переводится. Это утенок маленький. А, нет, это не утенок маленький, это утка, это утята. Это собака. Это здание. И это здание наше. Их можно объединить. Кстати, там у нас собака на заднем плане. И третья инструкция, она уже без ничего. Вот, сзади уже просто список деталей. Давайте, раз мы уже все посмотрели, давайте подведите итоги. Я, как обычно, оценю этот набор. И потом кое-что скажу. Важное, вот. За детализацию. Я этому набору ставлю 9 из 10. Ну, набор, он как бы, креатор, но он не эксперт. Вот, эксперт, очень. Они детализированные. А вот эти обычные, креатор, они такие. Поэтому 9 из 10. Так бы я ему, как бы, 2 из 10 бы оставил, как айфон и 5s. Вот. Также, за функции я ему ставлю 10 из 10. Функций тут очень много. Вот видите, тут раскрывается, все это выдвигается. Ну, это креатор. У них там очень много функций. Очень у них все наборы разнообразные. Их можно соединять, там какие-нибудь города строить. Особенно эксперт, там они очень крутые. Вот такие большие наборы, наверное, вы знаете. Там, вот, особенно старые, очень крутые. Но они там очень дорогие. Они там вообще некоторые. Один набор я видел. Карусель вроде очень старая. 600 тысяч стоит на одном сайте. Вот, даже можете проверить. Вот. Ну, там точно были наборы за 300 тысяч. Вот. За фигурки я ставлю 5 из 10. Фигурки такие слабенькие. Ну, потому что две фигурки очень мало. У меня, конечно, достаточно фигуры с желтыми лицами. Это Ниндзяго и Сити. Там два наборщика у меня. Но креатор должно быть больше. Потому что тот же самый эксперт. Там вроде Селуэсом Пресли выходил какой-то набор. Ну, не Селуэсом Пресли, просто там один говорил, что Селуэсом Пресли. Вот. Там было вот очень много фигурок. Там всякие боксеры, всякие там звукооператоры. Вот. Тут же с Кудником. Вот. И за это все я ему ставлю 7 из 10. Это, в принципе, нормально для обычного креатора. Он не такой крутой. И, как я обещала, расскажу важную инфу. Значит. Помните, в разном обзоре мне купили iPhone XR? Это XR. Так вот. Я. Если наберем под эти видео 10 лайков. Я буду делать немножко летсплеев. Вот. По каким-нибудь играм. У меня тут есть. Майнкрафт. Блок Сити Ворс. Сак Ю О. Хангри Шак Волт. Мой там два. Это не надо. И. Бэтлграундс. Или ПАПК. Я думаю, многие хотят увидеть, как я играю в Бэтлграундс. Потому что, ну, Майнкрафт, он уже устарел там. Только Мистер Макс его сейчас снимает. Блок Сити Ворс. Ну, никто почти не знает про эту игру. И Сак Ю О. Там тоже только Мистер Макс. Вот. Поэтому решайте. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.